Привет, я Шок. И полчетвертого утра в CSGO новое обновление. Оно весит полгигабайта и на самом-то деле там есть много чего интересного. Сейчас я тебе обо всем расскажу и мы вместе рассмотрим от начала до конца все, что есть новое. Геймплей. Добавлены один на один разминочные арены во время игры в режиме напарники на Vertigo и Train. Это режим, который был на CyberShock. И остается. Дуэлс. Вот как они выглядят. То есть, когда ты сейчас будешь играть в Wingman, то у тебя будет вот такая вот аимка. Ну а также на трене такая аимка. Это интересное нововведение. Неожиданно для Valve. Они хоть что-то сделали для игры один на один. Хоть что-то. Ни одного режима нет, где можно играть один на один. Ни одного. Зачем ты добавил 2 на 2 Wingman? Вообще бесполезная тема, мне кажется. Один на один лучше прокачивать. Ну или хоть добавить а то и то. Окей, ладно. Ну что ж, сейчас мы продолжим. Я зайдусь сегодня на эти карты. Вы сейчас все в этом ролике видите, как они выглядят в реальной жизни. Ну, вы меня поняли. Добавлен новый параметр для оружия. Неточность в пике прыжка. Данный параметр составляет 331 для дигла. А что это значит? Это означает, что ту большую вероятность, которую мог выдать дигл, убийство в прыжке, ее убавили. Сейчас это будет сделать намного сложнее. Так что у вас было всего 3-4 дня пострелять с диглом в прыжке. Кстати, я такой вот идеей воспользовался. Смотрите, что получилось. Как? Машина. Вега. Сотон, сон, сон. Ха-ха. Вак. Интерфейса. Добавлена возможность видеть прицелы вашего союзника. Это идеальная тема. Сейчас, когда киберспорт растет, когда люди интересуются тем, что происходит в киберспорте, какие настройки у проигрока. Даже у ютуберов спрашивают, какие у тебя конфиги. Сейчас этот вопрос будет менее популярен, потому что вы можете сами все сделать от начала до конца. В игре Valorant есть что-то хорошее. Эта функция уже есть в Valorant, и Valve просто ее взяли себе. Позаимствовали. Ну, по сути, у Valorant патента на эту штуку нет, поэтому почему бы и нет. В итоге, сейчас, когда вы играете игру, вы видите прицелы ваших союзников. Посмотрим, как это будет выглядеть. Добавлена возможность скопировать прицел других игроков. Я вам тоже это покажу. Добавлена возможность прослушивания музыки без покупки во время обзора. Ну, вот сами треки, которые новые, добавили. Не думаю, что это кому-то интересно. Ну и самое главное, это много изменений на карте. Анубис, Хлорин, Джангл, Вертига и Трэйн. Нас интересуют только вот эти две карты. Поэтому прямо сейчас мы зайдем и посмотрим, как работает система Вертига и система Трэйн на режимах Виггман. Летс го! Ну что ж, я только что сейчас появился на карте Виггман Вертига, и вот такая у нас появляется АИМ-ка. Интересная тема. Интересная гребанная тема. Только это было на Соби Шоке уже как 4 месяца, ребята. Это режим дуэлс, поэтому прямо сейчас вы можете зайти и поиграть у нас в такой же режим. Но есть одна проблема. Наши сервера на 128-мом Тикрэйте, у нас сервера московские, и у нас за киллы вы можете зарабатывать деньги. Ну, а также их выводить на скины и девайсы CSGO. Ну, это чуть позже. Так, ну что ж. Что я могу сказать про этот режим? Так, я могу сказать, что это интересная тема. И, опять же, это гораздо лучше, чем разминка старая. Раньше нужно было стоять АФК, потому что, ну, это скучно. А сейчас ты хоть как-то можешь размяться. Поэтому я, опять же, одобряю эту идею. И верю, что этот режим будет скоро и в матчмейкинге, и на фесте, и так далее. То есть, эта тема должна продвигаться. Такие вот дела. Такое вот мое мнение на эту тему. Что вы думаете? Напишите в комментариях, как вам такая вот разминка. Но я не хочу играть на самом деле сейчас этот режим. Но мне придется. Вот, кстати, новая вертига, о которой я вам говорил. Блин, серьезно, надо играть? Брод, русский. Да. Ты знаешь меня? Шок. Да, я шок. Короче, я записываю катку. Я не хочу доигрывать ее. Можно я выйду? Можешь его, так и ладно. Кикнешь меня, бро. Так нельзя же кликать. Серьезно? Да. А ты не ливнешь, бро, по-братски. Зато попадешь в ролик. Ты как герой. Герой нашего времени. Не, серьезно, ты в ролик сейчас попадешь, если сейчас выйдешь. На три. Спасибо, бро. Все. Ребят, GT4Me. Спасибо тебе, дружище. Стоп. Ты знаешь... Ну ладно. Все, ребят, скажите ему спасибо, реально. Ну, если вам впадло, просто имейте в голове, что этот щел, он герой. Он не дал мне... Подожди. Фух. А мы сейчас идем смотреть, что у нас на карте Трайн. Let's go. Сейчас у нас аимка на Трайне. Хм. Могу сказать одно. Эти две карты должны быть на Сабио-шоке. Поэтому мы будем заниматься переносом этих двух карт на наши сервера. Представьте тебе подсказки, если вы за такой мув. А я только за. Ну, такие вот дела. Кстати, вы появляетесь с одним тем же челиком. То есть, никто не меняется. Ты убиваешь только одного. Они, видимо, не стали заморачиваться. Так проще. Ну, а оружие меняется. То есть, у тебя может быть и АВП в руках. У тебя может быть и Глок в руках. Тут без разницы. Это хорошо. Ну, по респе, здесь быстро все. Ну, 64 секрет. Поэтому это все. Это отбивает желание здесь играть, понятное дело. Да, и тем более, это Вигман. Такие вот дела. По этому обновлению поимки я даю единогласное... Единогласное? Тут никого вроде нет. Ну, в общем. Точно. Точно все хорошо. Мне нравится. Вальф, молодцы. Мы запускаемся прямо сейчас на режим обычный. Где я вам покажу, что такое прицелы. И как их ставить. Как за ними наблюдать. И так далее. Чтобы это все сделать, вам нужно зайти в настройки игры. В игру. И найти настройку Show Player Crushers. И вы нажимаете Everyone. Если вы не хотите смотреть на чужие прицелы, вы нажимаете Нет. Если хочешь показать свой прицел только друзьям или тем, кто у тебя в пайте, нажимаете на вторую выборку. А так я ставлю Everyone. Пусть все видят, с каким идеальным прицелом я бегаю. Кстати, интересно, а он меняется у них в игре? Это хороший вопрос. В общем, я могу видеть чужие прицелы. И сейчас вам покажу, как это работает. Раз. Два. Три. Это дерьмище какое-то. Парень сбегает с точкой. Интересно. Маленький прицел. Фиолетовый прицел. Зеленый. Зачем-то с контуром. Этот вообще клоун какой-то. В общем. Такие вот дела. Ну, а какая еще функция добавлена, вы спросите? Добавлена функция копировать прицел. Заходите в таб. И вот тут вот, когда нажимаете на профиль, у вас тут появляется новая кнопка. Копит крошер. И вы сейчас думаете, вы скопируете код. Но нет. Вы нажимаете сюда. И вы заменяете ваш прицел моментально. Я не буду этим заниматься. Потому что мой прицел лучше. Такие вот дела. Мы на карте вертига. Я вам покажу, что изменилось. Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь убрали буст. Это первое. Тут добавили такую вот проходку на B. Теперь. Можно сидеть так. Ну, я тут, наверное, будет на preferential умирать. Можно сидеть. Короче, вы сами решите, как это можно делать. Или посмотрите просто на проиграх. Я уверен, что вертига сейчас будет более популярна. Почему? Вы спросите. А потому что сейчас вы увидите B-side. Он очень хороший. Он очень хороший. Так, ну что ж. Вот он. Он стал свободным. Он стал пустым. И меньше чего надо чекать. Раньше это для меня была реальная проблема. Я просто бесился, когда видел это огромное количество всего. Здесь убрали вентилятор еще один. Здесь убавили высоту этих коробочек. И уменьшили их количество. Здесь убрали некоторые ограждения. Ну и по сути он стал просто просторнее. Здесь добавили такую вот досочку. Здесь будет очень удобно кидать флешку. Отскок туда. И все. Она слепится. Ты выходишь, убиваешь. Эта штука, понятное дело, будет простреливаться. По B-side вот такая вот у нас картина. Мне нравится. Без шуток. Мне нравится то, что сегодня Valve стало просторнее. Я здесь не чувствую ситуацию, что я ничего не понимаю, куда идти. Подожди, он слева, он справа, он сзади, он наверху, он бок. Так, ну что ж. Здесь у нас изменилось что? Здесь у нас изменилось мало чего пока что. Все, что я вижу здесь. Да, мало чего изменилось на самом деле. Здесь убрали некую коробочку, если я не ошибаюсь. Ну а также здесь есть изменения. Минимальные. Кто шарит, тот поймет. Я прошелся по карте. Все, что заметил, он показал. А что не заметил, сейчас у вас на экране. У вас на экране сейчас все вообще изменения, которые добавили в эту игру. На карте Vertigo. Такие у нас дела по обновлению. Мне все нравится на самом деле. Маус и Valve. Как бы их не ругали, но даже украсить ее от Valorant они все-таки успели. И очень аккуратно. И неплохо. Я думаю, что эта тема будет популярна. Насчет аимок я даю точное добро. И надеюсь, эта тема будет продвигаться дальше и дальше на другие режимы. Ну и самое главное, все это дает актуальность какую-либо на наши режимы Duel's. Люди начинают играть 1-1. Люди начинают понимать, что не только бывает 5 на 5. И это все упрощает работу. И это добавляет интерес к нашим серверам. Всем большое спасибо за просмотр этого ролика. С тобой был я, Шок. Ролика сегодня больше не будет, потому что вот этот ролик вышел. Не хочу вас перегружать моим контентом. Вас я не хочу взбесить. Встретимся уже завтра. И, кстати, завтра в 19.00 выйдет новый патруль. На Face'е добавили патруль, и я его заснял. Поэтому завтра в 19.00 я жду тебя на этом канале. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Это очень важно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok